добрый вечер сегодняшняя тема вебинара у нас будет эндометриоз не из многочисленных названий и определений эндометриоза нравится одно которое создали американцы эндометриоз это является озадачивающей болезнью наблюдаемую женщин в период способности к деторождению что же такое эндометриоз откуда он взялся но начну с того что такое откуда вообще слово произошло эндометриоз оно произошло от слова эндометрий эндометрий это функциональный слой который выстилает внутреннюю поверхность матки который трансформируется в течение менструального цикла торгается и вновь появляется в новом менструальном цикле и вот вот этот эндометриоз это очень подобно похоже на ткани эндометрия образование которые распространяются вне пределов вот этого функционального слоя распространение эндометриоза может быть стенку матки на брюшину позади маточное пространство на кишечнике на мочевой пузырь на прямую кишку и и даже хотя это очень редко распространяется и за пределами брюшной полости возможно это даже легкие и был случай когда описывали женщину которая во время месячных плакала кровавыми слезами то есть у нее был выявлен эндометриоз в области глаза и что же происходит при появлении эндометриоза этот процесс когда подобная эндометрию ткань распространяется в различных органах и системах характеризуется тем что каждый месяц в дни месячных происходит кровоизлияние и там где происходит это кровоизлияние возникает локальный воспалительный процесс этот воспалительный процесс может иметь разную степень выраженности и симптомов но как правило все это сопровождается нарастанием спаечных процессов и зачастую пациенты которые обращаются к нам по поводу эндометриоза они рассказывают одну и ту же практически историю да вот у них появились боли вот они обратились в врачу врач назначил противовоспалительное лечение и это противовоспалительное лечение как правило характеризуется назначением антибиотиков рассасывающих препаратов различных там средств физиолечения и так далее и часто эти пациенты не получая терапевтического эффекта от этого лечения мигрирует от врача к врачу продолжает это лечение и конце концов они приходят нам уже с достаточно таким запущенным процессом потому что антибактериальная терапия или терапия которая проводится им противовоспалительная она не дает эффекта потому что воспаление имеет совершенно другую теологию но вот симптомы которые характеризуют эндометриоз это как правило нарушение менструального цикла это кровомазание до или после месячных это болевой синдром особенно он выражен в первые дни менструального цикла когда у некоторых женщин выраженность болевого синдрома настолько сильно что они буквально готовы на стенку лезть как они говорят вот назначают массу всяких препаратов обезболивающих так далее также потом развиваются и другие симптомы это усталость это возможные боли при муче и спускании это поносы чередуются с запорами это дискомфорт при половой жизни вот и вот это вот симптоматика она вот что парадоксально для эндометриоза она не зависит от тяжести самого эндометриоза то есть может быть небольшая форма небольшое поражение эндометриозом и выраженный болевой синдром выраженные симптомы которых я сейчас говорил и наоборот там четвертая степень эндометриоза она может протекать достаточно бессимптомно и пациент узнает тяжелой форме своего заболевания только уже в результате как и каких-то там исследований особенно это касается лапароскопических исследований и это как находка но откуда же это заболевание все-таки произошло чем как бы необычность этого заболевания в том что на самом деле никто на сегодняшний день не может четко поставить и теологию откуда же все-таки почему оно происходит есть разные теории на сегодняшний день существует несколько теорий наиболее известные 4 на сегодняшний день первая теория это о том что вот ретроградная менструальная кровь забрасывается во время месячных через маточные трубы брюшную полость и в результате гормональных и иммунных проблем это эти клетки эндометрия начинают развиваться там и выше на брюшине или там на связках или на яичнике у кого этот иммунитет есть у кого нет гормональных нарушений якобы этот процесс не распространяется и и второй теории является лимфатическая теория что через лимфатическую систему как бы идут вот эти эндометриоидные образования в разные органы и уже там куда приходят через лимфатическую систему эндометриоидная клетка начинает развиваться есть теория генетическая что как бы родители уже дают генетический импульс чтобы у этого ребенка возник потом последствии эндометриоидный процесс есть также теория о том что в эмбриональном периоде уже закладывается эта ткань и потом она уже в процессе развития у этой девочки проявляется в том или ином возрасте и уже проявляется виде вот этих симптомов которые мы с вами сейчас обговариваем проговорили вернее так вот в любом случае на сегодняшний день ни одна теория не выдерживает критики и как бы поэтому и эндометриоз действительно на сегодняшний день это загадочное заболевание что мы сегодня хотим с вами рассмотреть да это заболевание еще является и научной части своего доклада хочу вот показать актуальные вопросы которые рассматриваются мировым сообществом в этой связи эндометриоз может быть самостоятельной причиной бесплодия а также часто встречается и при других формах бесплодия программе лечения эко обратите внимание вот на этот слайд у фертильных женщин приблизительно этот эндометриоз составляет 6 7 процентов и они с этим эндометриозом могут забеременеть но у женщин которые обращаются с бесплодием мы выявляем эндометриоз в 50 процентах случаев по частоте встречаемости среди факторов бесплодия в последнее время эндометриоз конкурирует с трубно-перитериальным бесплодием то есть вот перенесенные воспалительные процессы там различные теологии эндометриоз они сейчас наравне актуальны при выявлении причин бесплодия ну вот что же может быть еще причиной бесплодия при эндометриозе это анабуляторный цикл это снижение авариального резерва в связи с удалением эндометриоидных кист это ухудшение качества ацитов это снижение качества эмбрионов это снижение частоты наступления беременности это присоединение трубно-перитериального фактора бесплодия то есть это возможно там непроходимость маточных труб различные классификации существует эндометриоза но вот основные такие вот распространенные классификации это наружный генитальный эндометриоз 1 2 степени наружный генитальный эндометриоз 3 4 степени это эндометриоидные кисты яичников и аденомиоз на сегодняшний день аденомиоз уже классифицируется как отдельные заболевания то есть есть эндометриоз наружный и есть аденомиоз то есть это эндометриоз ма эндоскопические методы это лапароскопия гистроскопия на сегодняшний день являются основными методами диагностики и лечения эндометриоза вот здесь вот я хотел показать вам исторический ракурс еще в 1690 году впервые были описаны случаи когда описывался эндометриоз были и другие подробные описания то есть смотрите какая уже история у этого эндометриоза в чем актуальность в нашей сфере деятельности в лечении бесплодия это отсутствие опубликованных консенсусов по классификации это отсутствие опубликованных консенсусов по узи и мрт диагностических это отсутствие четкого представления о подогенезе заболевания это отсутствие специфичной симптоматики потому что часто эндометриоз путают там и с полипом если именом и так далее другими заболеваниями вот мне хотелось бы сегодня еще остановиться больше на аденомиозе вот аденомиоз на самом деле поражая матку он является зачастую самым главной причиной при бесплодии и он классифицируется таким образом диффузная форма есть очаговая форма очаговая тоже делится это аденомиома и аденомиозная киста вот есть и другие классификации например это хирургическая классификация диффузная очаговая форма полиповидная есть особые формы аденомиоза вот посмотрите на этой картине да вот вот посмотрите где этот эндомиоз может располагаться и в матке и в мочевом пузыре и прямой кишке и на шейке или в на связочном аппарате очень важным диагностическим методом является магнитно-резонансная томография здесь есть определенные критерии это прежде всего утолщение переходной зоны есть значит и другие критерии это участки повышенной экрогенности это гипоинтенсивный слабо определяемый узел там можно увидеть это линейная исчерченность и вот когда мы хотим поставить диагноз прежде всего что мы делаем это мрт диагностика и ультразвуковая диагностика почему как бы ультразвуковой диагностики вот как бы ну достаточно осторожно относятся почему потому что очень часто путают аденомиоз с перенесенными воспалительными процессами очень часто путают с миомой матки и так далее поэтому узист когда ставит такой диагноз он как правило должен в своем выражении писать что не исключается или есть признаки и ни в коем случае при ультразвуковой диагностики он не имеет права ставить окончательный диагноз потому что еще раз я вам говорю уже диагноз окончательный ставят все-таки с помощью лапароскепии и гистероскопии поэтому вот если мы остановимся на мрт то посмотрите по разным авторам до 99 процентов можно уже как бы предположить наличие аденомиоза вот ну еще раз я не буду повторяться по классификации вот есть вот у нас принятая классификация в нашей стране вот мы также значит по доме классифицируем первая стадия вторая третья четвертая также есть американская классификация которая по тоже также принято у нас для определения степени поражения эндометриоза факторы риска развития аденомиоза это что это репродуктивный возраст это прерывание беременности это наружный эндометриоз это бинорагия то есть это обильные месячные это бесплодие это кюритаж матки во время беременности это гиперплазия эндометрия это преждевременные роды беременность при аденомиозе также протекает неблагополучно это она может быть с повышенным риском высота очень высокая частота сплотанных прерываний беременности вот кюритаж во время прерывания беременности намного увеличивает возникновение этого эндометриоза вот вакуум аспирация она даже в этом случае является предпочтительней а вот кюритаж небеременной матки как правило не вызывает эндометриоз ну курение курение достаточно такой спорный вопрос отсутствие риска но это возраст наступления месячных это менопаузальный статус это возраст пациентки это контрацепция это возраст пациентки во время операции кесарево сечение выскабливание полости матки вне беременности это низкий риск симптомы и цели лечения это аномальные маточные кровотечения это снижение кровотечения хронические тазовые боли это избавление от боли это снижение сниженной репродукции это значит бесплодие и плохие исходы беременности и конечный итог цель конечно это достижение беременности и рода лечение вот лечение достаточно четко подразделяется есть хирургическая это радикальная органосохраняющая это эмболизация маточных артерий это абляция так называемая это гормональная терапия это если использование различных препаратов организм гонотропного лизиндормона это значит есть внутри матчные спирали такие как мирена это донозол и новые возможности появились лечения это ингибирует ингибиторы ароматаз это ингибирует ингибиторы ангиогенеза ну есть хирургическое лечение это радикальное лечение гистерэктомии так далее но как бы сейчас достаточно редко используют это это хирургическое радикальное лечение это только в том случае когда уже у пациентки нестерпимые боли это уже нарушение психики его такой пациентки так далее в основном сейчас старается все-таки проводить органосохраняющие операции при поверхностном аденомиозе значит могут быть проведены внутри матчные манипуляции там прижигание удаление этих очагов эндометриоза механическое удаление значит резекция кист абляция эндометрия может быть выполнена случае матчных кровотечений и есть различные классификации это полное удаление аденомиоза частичная и функционная техника вот так выглядят очаги эндометриоза вот такие небольшие образования точечные вот они могут быть сливного характера они могут быть просто разбросаны маленькими точками но они вызывают вот эти громадные проблемы перитениальный эндометриоз первой второй степени частота спонтанной беременности в течение одного года после оперативного лечения с применением стимуляции составляет достаточно высокие цифры 34 процента а уже когда перитениальный эндометриоз третьей четвертой степени когда уже достаточно большая обширность поражения тяжелое оперативное лечение и невозможность удаления всех очагов процент успешности в лечении таких форм эндометриоза достаточно минимальным вот и вот то что мы чем занимаемся мы занимаемся в репродуктивными технологиями вспомогательными репродуктивными технологиями это второй этап лечения эндометриоза и вот я приведу несколько примеров из рандомизированных исследований то есть если не лечить то это два с половиной два и один процент без стимуляции если лечить со стимуляцией то 6 6 если применять даже элементарный хронический гаотропин успешность такого лечения может составлять 17 процентов а кумулятивный процент беременности составляет чуть ли не 51 процент то есть о чем я говорю что здесь надо применять достаточно активную тактику при наличии эндометриоза и вот та же такая простая процедура как внутриматочная инсеминация внутриматочная инсеминация при исследовании дает очень высокий результат и мы видим что вот по данному слайду что пять и шесть раза увеличивается частота живорождения при применении этой манипуляции также вот по различным классификациям подтверждаются что клиницисты могут рассматривать возможность проведения внутриматочной инсеминации в течение шести месяцев после хирургического лечения поскольку это позволяет достичь такой же частоты беременности как и при близлодии характеризующим отсутствию отсутствием вообще причин также вот вот в этом исследовании мы просто уже просто как бы ускоряем процесс перехода в револютивным технологиям при нарушении функции маточных труб при мужском бесплодии и при неэффективности других методов лечения я не буду останавливаться на других рандомизированных исследованиях мне хочется остановиться на вот этом исследовании где показано применение гонотропного резингормона органиста гонотропного резингормона значит применяя в течение 3-6 месяцев мы повышаем шансы наступления клинической беременности более чем в четыре раза то есть этот метод дает очень высокий эффект поэтому клиницисты могут назначать органисты гонотропного резингормона на период от 3 до 6 месяцев до начала применения вот инсеминации или ЭКО и получить достаточно высокие результаты по улучшению качества ацитов улучшения рецептивности эндометрия и вот на этом слайде показано к охрановское исследование где говорится о высокой эффективности ультрадлинного протокола я об этом дальше буду говорить сам по себе препарат значит который определяется как организм гонотропного резингормона он имеет вот уже исследованных там 300-3000 аналогов и это уникальная лекарственная форма она успешно применяется нами уже в течение более чем 15 лет и вот на сегодняшний день точка зрения на лечение с использованием антагонистов гонотропного резингормона достаточно четко определена вот послеоперационная медикаментозная терапия неэффективна и не улучшает показатели частота наступления беременности а затягивает время для использования методов ВРТ поэтому когда мы говорим там о том что вот вас прооперировали вот теперь вот у вас наступает промежуток времени когда вы можете забеременеть вот здесь еще раз я хочу подчеркнуть что вот многочисленные исследования доказали что не надо назначать медикаментозное лечение после хирургического лечения но если вы хотите значит улучшить эффективность предположим оперативного лечения тогда уже надо использовать так называемый ультрадлинный протокол с последующим экстракорпоральным оплодотворением и вот на сегодняшний день когда выбирают протоколы при лечении эндометриоза методом ЭКО то конечно предпочтение отдается ультрадлинному протоколу и вот посмотрите на этом слайде частота наступления беременности составляет 39,3 а протокол просто с антагонистом всего 19,7 вот мы провели в нашем центре достаточно большое исследование мы хотели вот на своем примере оценить эффективность применения агонистов гонотробного лизинга гормона для исследования мы взяли 224 женщины у которых были различные формы эндометриоза это и аденомиоз и наружный эндометриоз эти группы пациентов были распределены достаточно равномерно и по возрасту и по длительности бесплодия и по другим критериям и вот мы сравнили схемы стимуляции ультрадлинный протокол длинный протокол короткий короткий протокол и длинный протокол с формой дейли и что оказалось что у нас исходы по оказались наилучшими когда мы применяли ультрадлинный протокол 42 и 4 и наименьший процент успешности был в лечении женщин в коротком протоколе с теми же органистами формой дейли и таким образом вот показатель оплодотворяемости они составляли от 84 до 95 процентов частота наступления беременности была выше в ультром длинном протоколе и таким образом мы сделали заключение если доктор диагностирует аденомиоз лендометриоз наружную форму пациентке должна быть рекомендована реализация репродуктивной функции как можно раньше средние тяжелые извиняюсь средние тяжелые формы аденомиоза имеют негативный эффект на репродукцию частота потерь беременности в данных группах составляет от 50 до 100 процентов и это в удельном весе 23,2 процента страдающих бесплодия сегодня мы хорошо знаем как надо оперировать поверхностный эндометриоз эндометриом и федеративный эндометриоз может выполняться высококлассная хирургия резекция толстой кишки пересадка мочеточники и так далее мы не имеем таких же успешных результатов в органосохраняющей хирургии аденомиоза несмотря на то что частота беременности после органосохраняющих операций медикаментозной терапии достаточно высока частота родов в группе тяжелого эндомиоза на самом деле крайне мала и вот проведение программы ЭКО с использованием дифидерина при дебентриозе наверное сегодня является наиболее клинически результативным и когда к нам обращаются пациенты на ВРТ мы конечно стараемся рекомендовать именно эту схему лечения если ВРТ или консервативные хирургии неэффективны единственным вариантом является суррогатное материнство качество эмбрионов у пациентов страдающих аденомиозом ассоциированным с вислодием не страдает и поэтому применяя например эту методику с суррогатными матерями мы получаем достаточно высокий процент наступления беременности спасибо за внимание я хотел бы услышать от вас сейчас вопросы с удовольствием отвечу на них вот 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 Пока нет вопросов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. К сожалению, на сегодняшний день профилактических мер никто не может вам рекомендовать. Мы говорили о группе риска, нарушении менструального цикла, песарево сечения и так далее. Но профилактики на сегодняшний день нет. Конечно, не надо делать аборты. Я уже говорил о том, что аборт и прерывание беременности может вызвать риск эндометриоза. Также могут быть и другие причины, которые можно предотвратить. Это нерациональное оперативное вмешательство. Или другие меры, например, снижение иммунитета. Или там какие-то дисгормональные нарушения. Все это может в конечном итоге потом увеличить риск возникновения эндометриоза. Ну вот вопрос. Значит, есть ли профилактическая терапия, лазер, магнит, эффективное лечение эндометриоза улучшает кровоснабжение амад. Вы знаете, как правило, все лечение, которое назначают при эндометриозе, все-таки сводится к хирургическому лечению. Это первое. Второе, это медикаментозное лечение. Поэтому, когда мы назначаем, предположим, лазеротерапию или назначаем какое-то физиолечение, как правило, мы лечим симптомы спаечных процессов, которые неизбежно возникают при эндометриозе. Но эндометриоз мы не вылечим ни лазером, ни другими физическими методами лечения. Это однозначно. Есть еще вопросы? Вот по поводу того, что у вас была операция в конце марта. Вот светлый промежуток после операции, он на самом деле не очень большой. Дело в том, что рецидив эндометриоза достаточно часто наступает уже через год после даже блестяще выполненной операции. И поэтому вот я уже в этом докладе говорил, и сейчас вам повторю. Если вы планируете беременность, если вам нужно получить результат, то лучше всего после оперативного лечения, ну там может быть 2-3 месяца попытаться забеременеть самостоятельно, но если это не получается, то тогда все-таки лучше идти сразу на ЭКО и при возможности получить полноценный протокол ЭКО. Ну вот я вам говорил уже, что утродлинный протокол дает наибольшую эффективность. И, ну конечно, есть и другие, предположим, проблемы, да, то есть вот, ну вы сейчас даже не планируете беременность, или вам это не актуально забеременеть вот именно в период после операции. Ну что, тоже можно медикаментами поддерживать хотя бы свое состояние, но это медикаментозное лечение, еще раз повторяю, не улучшит прогноз на наступление беременности. Это однозначно. Вот, поэтому, значит, уже здесь надо прагматично думать, что для вас важно. Просто избавиться от болевого синдрома, лечение получить достаточно хорошее, или все-таки иметь возможность забеременеть. Но, еще раз повторяю, когда идет тяжелая форма эндометриоза, и стоит все-таки вопрос о репродуктивной функции, здесь надо торопиться, здесь нельзя сидеть, ждать там 2-3 года, вдруг там наступит какая-то там счастливая спонтанная беременность. Как правило, я рекомендую своим пациентам очень быстро идти все-таки на ЭКО, воспользоваться эффектом оперативного лечения, а потом уже быстро идти на ЭКО. Тогда ты получишь хороший результат. Ну и по поводу там скудных месячных при эндометриозе. Да разные бывают случаи. Дело в том, что необязательно, это бывают обильные, ну и даже иногда и не проявляется нарушение менструального функции, значит, вот при какой-то локализации эндометриоза. При наружном эндометриозе вы вообще можете не увидеть никаких признаков при нарушении, там нарушения менструальной функции. Ни скудных, ни болезненных, ничего, вы не увидите. И это необязательный симптом. Вот теперь, значит, 3 укола дефилина сейчас 4 месяца идут уже месячные, собираюсь на ЭКО. Но в связи с тем, что я принимала 2 месяца квестилбегид, яичник увеличился, и пока в протокол меня не берут из-за наличия фолликулярных кист. Ну что ж, вот здесь видите как, ну как бы особого смысла в такой схеме лечения я вообще не вижу. Если вы прошли лечение с применением дефирилина, и вы можете просто подождать какое-то время и дождаться спонтанной эвуляции, потому что она может не наступить сразу, а это еще и есть, значит, действие дефирилина в течение 56 дней после последней инъекции, да, дождаться все-таки месячных и попытаться забеременеть самостоятельно, если спонтанная беременность есть, но не применять пластилбегиду. Пластилбегида достаточно сильный побочный эффект, который влияет на функциональный слой. И при наличии даже обуляции, то есть это бывает при пластилбегиде в 60%, имплантация наступает всего в 14%. Это не очень эффективный метод для лечения бесплодия. Поэтому в таких случаях лучше более эффективные препараты, такие как ганал, полигон или из этого ряда препараты применять. Конечно, поэтому возникли кисты, теперь кисты надо успокоить, а уже потом планировать какую-то более эффективную схему лечения. Ну, надо советоваться с лачоком. Теперь, значит, вот как бы повторяется, что это полигулярные кисты. К сожалению, придется теперь опять же ждать исчезновения этих полигулярных кист, для этого или назначать определенные там препараты коки, или давать гистогены. Вот, то есть успокоить надо ищить, чтобы эти кисты постепенно ушли. А потом уже планировать реальную программу с применением более эффективных препаратов. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? А вот, значит, Вот, если вы все-таки слушали мою презентацию с самого начала, у меня был очень интересный слайд, где показал, что стимуляция должна идти вот в рамках тех протоколов, которые у нас приняты в ЭКО все-таки. Понимаете, кластилбекит не является эффективным препаратом, особенно при том, что у вас уже, значит, был применен дифирелин. И я думаю, что применяя препараты рекомендантные полиголостимулирующие гормоны, или именно паузальные гормоны, такие как там менопуры, или там пергаверис, или там другое сочетание там препаратов, вы будете иметь значительно больше эффекта при стимуляции, чем при кластилбеките. Я бы не назначал кластилбекит после лечения дифирелином однозначно. И он, конечно, не дает вам результата. Вот теперь по поводу роста эндометрия в период подготовки ЭКО. Вот тут как раз достаточно большая проблема. Вот смотрите, мы имеем эндометриоз. Эндометриоз это гормонозависимое образование. И в основном интенсивность вот этих вот разрастаний эндометриоидных гетеротопий зависит от уровня эстрадиола. То есть вот вы даете подготовку эндометрию с помощью эстрогенов, вы как бы потенцируете к развитию эндометриоз. Если вы это делаете под защитой агонистов гондропного резингормона, таких как дифирелин, то вы все равно защищаете себя от рецидива этого эндометриоза. А если вы просто даете препараты или получаете препараты эстрогены, вы, конечно, рискуете ускорить рецидив этого эндометриоза. Ну, вот поэтому, к сожалению, вы и узнали это недавно, но теперь уже ничего сделать нельзя. То есть если вы это получили, значит вы уже тогда, возможно, имеете высокую вероятность рецидива эндометриоза. Я еще раз вам говорю, на сегодняшний день актуально при лечении эндометриоза вначале дать медикаментозную терапию, да, если вы получите результат в течение полугода, слава богу, так, если не получите результат, идите на хирургическое лечение, после хирургического лечения лучше идти сразу на ЭКО, почему, потому что тогда у вас будет достаточно высокая вероятность наступления беременности. Теперь, значит, ну, если же нет эндометриоза, но для улучшения качества эндометрия есть множество способов, то есть, видите, бедная эндометрия, это вообще актуальная проблема, вот в наших, например, технологиях, но мы назначаем и различные препараты, которые могут потенцировать рост эндометрии, это эстрогены различного, это можно и назначить препараты, которыми мы, например, делаем внутриматочные инстилляции, грастим, например, да, мы делаем эти инстилляции в течение нескольких месяцев и получаем достаточно хороший рост эндометрия. Также мы даем и различные физические методы лечения, и там, и физиолечение, и иммуномодуляторы, и противовоспалительную терапию, и антибактериальную терапию, все это в совокупности дает улучшение эндометрия. Следующий вопрос, значит, значит, могут ли, могу ли я подготовиться к ЭКО в своем городе, в центре планированной семьи, приехать для дальнейшего лечения непосредственно к вам? Да, конечно, можете, у нас достаточно часто приезжают пациенты, которым по месту жительства, значит, проводят подготовку, и, конечно, это желательно сделать все-таки по согласованию с врачом нашего центра и в том алгоритме, который все-таки мы рекомендуем, потому что у нас достаточно большой опыт и достаточно успешно эти протоколы по лечению пациенток с эндометриозом в различной локализации. А доктор может подготовить, согласовать с нами алгоритм ведения и приехать к нам. Ну, а вот по поводу улучшения кровообращения в матке, я еще вам говорю, что мы назначаем вот достаточно часто или УФО крови, очень хорошо работает, и даем, значит, электрофорезы там по схеме, и назначаем, значит, вот я говорил, что орошение матки, различные препараты есть, но вот мы делаем последнее время достаточно успешно в течение последних двух-трех лет филгростимом орошение, очень хорошо улучшает функциональный слой матки. И также вот не исключаем герудотерапию, например, но во всяком случае в практике, в моей практике герудотерапия дает очень высокий эффект наступления беременности и улучшения кровоснабжения функционального слоя после герудотерапии. Но это, конечно, нужно делать у грамотного специалиста, это нужно у специалиста, который разбирается, он должен быть гинеколог, он должен понимать, что делает. Поэтому сам метод, например, лечения с помощью герудотерапии у неопытного врача или человека, который не знает особенностей, например, кровоснабжения матки, он может быть неэффективным. Поэтому не метод виноват, а просто сам специалист, который проводит такую терапию, может оказать вам медвежью услугу. Значит, по поводу медипреда в программах ЭКО. Вы знаете, на самом деле в доказательной медицине ни дексаметазон, ни медипред не имеют большого значения. Как правило, назначаются эти препараты у тех, у кого там хронический эндометрит, он как противовоспалительный препарат в основном идет. И ни в коем случае он не назначается при там высоких показателях тестостерона. Тестостерон же может быть этиологически идет за счет дисфункции яичников. Понимаете? Поэтому в настоящее время он достаточно редко применяется. И дексаметазон, и медипред. Ну, у тех, у кого есть проблемы с эндометрием, я имею в виду гиперпластические процессы или воспалительная этиология вот этих вот процессов, то эти препараты редко, но применяются в настоящее время. Значит, по поводу там бань, соляриев, и при эндометриозе, ну, я не помню, чтобы кто-то противопоказания ставил при этих заболеваниях. Эти заболевания не связаны совершенно с наличием там каких-то внешних факторов, кроме, значит, эндокринных. То есть, определенный уровень выделения гормонов, там, мы говорим о эстрогенах, они как раз и потенциируют это заболевание. Больше, чем, предположим, там другие факторы. Ну, и потом, я же говорю, что почему мы говорим о загадочности этого заболевания. На сегодняшний день никто не знает на самом деле этиологию, настоящую этиологию. Теорий много, но интерпретации этих теорий тоже достаточно много, но никто не знает, например, окончательно и теологию этих заболеваний. Поэтому это заболевание и считается на сегодняшний день пока таким загадочным, понимаете? Вот. Теперь по поводу, значит, дюфастона. Ну, вы знаете, мы достаточно долго применяли дюфастон в лечении или там эндометриоза, да? Ну, годами женщины получали дюфастон. Например, мои, например, пациенты достаточно много получали этот препарат. Но вот доказанной эффективности на сегодняшний день у дюфастона все-таки нет. Да, он снимает болевой синдром, да, он улучшает в какой-то степени клиническое течение эндометриоза. Я имею в виду форму аденомиоза, то есть маточная форма эндометриоза. Но радикального излечения при применении дюфастола, к сожалению, мы не наблюдаем. Теперь при хроническом эндометрите процедура ЭКО возможно? Конечно, возможно. И вы знаете, на самом деле, достаточно хорошо беременен при хроническом эндометрите. И, конечно, есть различные алгоритмы лечения эндометрита. Мы часто на наших конференциях встречаемся с различными алгоритмами лечения хронического эндометрита. Это и лазерное лечение, это и проведение различных иммуномодулирующих, это различные методы, которые приводят к противовоспалительной эффективности, в том числе и антибактериальная терапия. Это дает свой эффект. Неудачный ЭКО не могло, конечно, быть причиной, предположим, эндометрита. Как правило, эндометрит это принесенный воспалительный процесс или какое-то вмешательство было. И поэтому, может быть, это была восходящая инфекция, это ли было, может быть, там какой-то инвазивный метод, это может быть выскапливание полости матки или там еще что-то. Но ЭКО само не может быть причиной возникновения эндометрита. Повышает ли загиб матки, седловидная форма, ЭКО, да? То есть, я так понял вопрос, что мешает ли это. На самом деле, не очень мешает. Потому что, понимаете, как все эти девиации матки, да, они достаточно для нас, ну, как бы безразличны в таком смысле, что если мы, например, делаем подсадку и мы четко понимаем, как делать эту подсадку и с этим цервикальным каналом и как, как правило, мы перед всей процедурой делаем еще и гистероскопию и мы точно можем сказать, что, например, будет ли это причиной, например, тяжелой подсадки. Ну, конечно, если гипер- или антифлексия, гиперантрифлексия тяжелые, или там структурные изменения какие-то в самой шейке, да, это может повлиять, но форма, как правило, не влияет. Ну, а седловидная форма, но седловидная форма, это же просто перегородка, полная или не полная, полости матки. Конечно, это, если почти полная перегородка полости матки, это может быть механическим препятствием для правильной имплантации эмбриона. Это да, это может повлиять и мы, как правило, на гистероскопии просим убрать, например, перегородки, если они нам мешают при эмбриотрансфере. Наша клиника не только работает с квотами, она проводит лечение по квотам более 50% всех пациентов, которые эту программу по государственной медицинской помощи проводятся по Казахстану. Поэтому в этом году у нас из 750 программ, у нас 275 программ было проведено в нашем центре. И даже сейчас еще проводятся эти программы. Поэтому мы на конкурсной основе выигрываем тендеры и получаем достаточно большой государственный заказ. Вот по поводу гистероскопии. Как и лапароскопические, как и гистероскопические манипуляции, конечно, нужно проводить учреждения высокого уровня. И понимаете, как? Вот мы, например, проводим гистероскопию у нас. Гистероскоп у нас имеет с проводником 2,5 мм. Или, например, в другом центре это 5 мм, или 8 мм, или 9 мм. У нас гистероскопия производится без наркоза, безболезненно, очень быстро и очень эффективно. Это техника, понимаете? И от техники зависит, конечно, и качество проведенного исследования. И когда мы спрашиваем, например, а что у вас за центр, какая у него оснащенность, если вы не можете ответить на этот вопрос, конечно, мы предпочитаем все-таки делать в нашем центре. Потому что у нас на сегодняшний день одно из самых топовых хирургических отделений в Казахстане, где у нас самое высококлассное оборудование и самые хорошие на сегодняшний день, я считаю, специалисты, которые заточены именно на работу с пациентами, которые готовятся в ЭКО. Поэтому, конечно, мы доверяем и там врачам на местах, но если вы проводите там исследование, и оно хорошо проведено, у нас тоже претензий нет. Пожалуйста, можно сделать и в своем городе. По поводу лазера крови и ФС нашей клиники у нас можно сделать. Мы купили достаточно давно уже аппарат, который прекрасно работает и дает очень хорошую эффективность и по цене он у нас, наверное, самый демократичный среди тех центров, которые практикуют это лечение. Как и я, так и все остальные врачи, мы ведем прием по записи. У нас есть так называемая система предварительной записи по телефону, по обращаемости или по направлению тех центров, с которыми мы делаем содружественные протоколы. И мы стараемся как бы быстрее принять таких пациентов. Для этого у нас есть еще система дозвона. Мы стараемся при освобождении свободных мест дозвониться до пациентов, которые записаны на отдаленные сроки и стараемся их пустить на прием на более короткое время от момента обращаемости до того, как он враче с врачом встретится. По поводу связи ничего не могу сказать. Не знаю, это не от меня зависит. Я достаточно громко говорю. Техника у меня проверяет звук. Поэтому не могу ничего сказать по поводу звука. Возможно, там ваша связь не поддерживает хорошего контакта со мной. По поводу назначения лазерной терапии. Мы назначаем пациентам определенный алгоритм лечения. Он не только включает физиотерапию или какие-то другие назначения. Но согласуется, конечно, это с физиотерапевтом или специалистом, который может быть экспертом в этой области. То есть, он имеет определенную специализацию. Например, есть же и противопоказания для проведения этих процедур. И, конечно, окончательное слово, конечно, за тем специалистом, который проводит эту программу. Теперь по поводу подорожания цен. Значит, мы до 1 января цены не повышаем. И у нас цены стабильно идут, такие же, как в течение нескольких лет. Но стоимость препаратов, к сожалению, достаточно сильно подорожала. Это от нас не зависит. И это уже компании, которые обеспечивают этими препаратами, они сами уже коррелируют эту цену. Да, у нас цена будет, скорее всего, повышаться с 1 января, потому что пересматриваются все цены фирмами. Все расходники у нас импортного производства, у нас отечественного ничего нет. Мы не можем повлиять на эти цены. Если цены, предположим, на расходники, на пластик, на реагенты, на культивационные среды и так далее, будут повышать компании, которые нам это все продают, то мы вынуждены будем повышать, конечно, и стоимость самой программы. Ну, не знаю, какая это будет цена. Это будет все зависеть от того, как, значит, в конце концов будет цена там в декабре месяце. И вам спасибо большое, что вы участвовали в этом вебинаре. Я очень признателен вам, что вы тоже набрались времени. Но я извиняюсь еще раз за звук. К сожалению, я ничего не могу сделать со звуком, если у вас там плохо было слышно. По поводу эндинола и эпигалата, значит, ну, мы назначаем эту терапию и, как правило, при гиперпластических процессах на самом деле. Эндометрид же тоже может вызывать и как гиперпластический, так и гиперпластический процесс. Но в основном эндинол и эпигалат, он назначается при гиперпластических процессах. Тоже ему применяем достаточно широко. Но он не лечит хронические эндометриды, он просто лечит следствие хронического эндометриды. Спасибо и вам. Так что обращайтесь в наш центр. Мы будем рады вас встретить здесь. Мы сейчас, слава богу, всем обеспечены. И мы можем помочь многим-многим людям, которые к нам обращаются со всеми формами бесплодия. А эндометриоз, еще раз повторяю, это очень актуально. Это на самом деле бич последнего времени. И, к сожалению, эндометриоз нарастает. Он нарастает очень быстро. И он сейчас уже, наверное, будет скоро доминировать среди труднопенетриальных форм бесплодия. Теперь, вот еще появился вопрос у меня. Это инфильтрат позадематочного пространства. И надо удалять инфильтрат. Надо вначале провести хирургическое лечение, а потом уже пытаться все-таки получить какую-то технологию. в эту технологию, тогда вы будете иметь более высокие шансы на беременность. Почему? Потому что, к сожалению, есть еще иммунные и гормональные факторы при эндометриозе, которые мы не можем исправить. И вот я повторяю своим пациентам, и часто это повторяю, что еще есть фактор, который очень сильно влияет при эндометриозе и на сперму. Дело в том, что в спермограмме вы можете увидеть прекрасные показатели у мужа, там все хорошо, а сперма, к сожалению, под действием вот этих факторов, появляющихся при эндометриозе, могут повлиять на активность этой спермы и на плодворяющую способность. И поэтому, как бы, инсеминация дает эффект, но она, конечно, все равно чревата тем, что эндометриоз может повлиять и на этот фактор. И вы можете не получать даже при прекрасно проходимых трубах результат при инсеминации. Поэтому все-таки вначале надо хирургически лечить, мне кажется, а потом уже пытаться методами ВРТ получить результат. И вам спасибо за то, что вы были с нами. Ну, если, значит, у нас по времени заканчивается вебинар, большое вам спасибо, до свидания, с удовольствием будем общаться с вами, впереди много интересных сообщений, всего хорошего, заthey. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...